Добрый день! Сегодня у нас очередное экспертное мнение от Аль-Пари и поговорим мы на тему российской олигархии. Форбс опубликовал очередной рейтинг самых богатых людей России. Господин Лисин НЛМК первое место, господин Мордашов Северсталь второе место, господин Михельсон Новотек третье место. Кто-то удивится, что в рейтинге нет господина Сечина или господина Грефа. Объясняется это просто. Господин Сечин или господин Греф это не акционеры крупных компаний. Это руководители государственных структур, наемные менеджеры. Их доходы очень-очень скромные по сравнению с доходами собственников компаний. Прошедший 2017 год серьезно поменяло расклад на российском финансовом олимпе. В России произошел масштабный банковский кризис. Несколько крупных финансовых компаний первой руки, такие как Открытие, или Бинбанк, или Промсвязьбанк, были национализированы. Соответственно, основные акционеры полностью потеряли свои доли в акционерном капитале. Естественно, их позиции в рейтинге Форбс сильно ослабли. Если говорить о финансах, то, наверное, самым успешным финансовым инвестором был господин Варданян, который в свое время продал тройку диалог Сбербанку более чем за 1 миллиард долларов. Вообще всегда надо вовремя выходить из бизнеса. Отношение к олигархам в России достаточно неоднозначное. Конечно, богатых людей не любят во всех странах. Но приватизация в 90-х еще слишком свежа в памяти россиян. Если мы посмотрим на три компании, то НЛМК и Северсталь – это приватизация. И лишь Новотек – это новая структура, созданная в 94-м году. Постепенно, если посмотреть на рейтинг Форбс, представители новых секторов, финансы, высокие технологии, теснят олигархов первой волны. Но так или иначе, приватизация – это основа почти всех современных крупных состояний в России. Конечно, пересмотра итогов приватизации не будет, но общественное мнение есть общественное мнение. Мы хорошо помним, как в конце прошлого года в Саудовской Аравии были раскулачены очень влиятельные персоны. Таким образом, саудиты пытались покрыть бюджетный дефицит, который образовался в результате падения цен на нефть. Методы раскулачивания были, скажем так, совсем похожими на методы России начала 90-х годов. Почти фильм «Жмурки». Многие россияне полагают, что так можно поступить и в России. Однако это не только противозаконно, но и на самом деле экономически бессмысленно. Основа цифры, которая публикуется в Forbes, это не кэш. Это стоимость долей в акционерном капитале. То есть просто биржевая котировка, умноженная на количество акций. Наличности у современных российских олигархов не так много. Есть старая, хорошо известная поговорка «Что хорошо для Форда или для General Motors, то хорошо для Америки». И мы надеемся, что когда-нибудь поговорка «Что хорошо для НЛМК или компании Роснефть, то хорошо для России» будет справедлива с точки зрения общественного мнения в России. С вами был я, Александр Зуваев. Говорили мы на тему российских олигархов. Удачных сделок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова